Гугнинской Суворов, Неистовый Баклю, Гроза Чечни – такие прозвища по праву заслужил от русских игорцев легендарный русский генерал, герой Кавказской войны Яков Петрович Бакланов. Бакланов служил Отечеству 42 года, провел в боях более 30 лет, много раз был ранен. Бакланов родился 15 марта 1809 года в станице Гугнинской войска Донского в семье казачьего полковника. В 15-летнем возрасте Яков поступил на службу в казачий полк под начало своего отца. В свои первые награды – Ордена Святой Анны IV и III степени – 20-летний казак получил за проявленные отличия в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов, по окончании которой в чине Харонжева был определен для несения пограничной службы. В 1830-м Бакланов был направлен на Кавказ, где сразу же зарекомендовал себя как талантливый и неустрашимый командир. В 1836 году Бакланов прославил свое имя тем, что на протяжении десяти верст гнал со своими казаками в четверо превосходящий отряд горцев, отбил все контратаки неприятеля и, не имея патронов, ударом в пике опрокинув врага, почти полностью истребил его. Подвиг не остался незамеченным, и за это дело Бакланов был награжден Орденом Святого Владимира IV степени. ПЕСНЯ Получив в командование полк, Бакланов быстро привел его в образцовое состояние, перейдя от обороны к самому энергичному наступлению, сделавшись грозой горцев, считавших Баклю, как они называли казака, заговоренным от смерти. ПЕСНЯ В песнях и легендах, сложенных на Кавказе о русском герое, прославлялся страшный баклановский удар, рассекавший врага от плеча до седла. Да и внешний вид казака-богатыря наводил суеверный ужас на горцев. Он и лицом, и сложением был грозен. Лицо его было изрыто оспой, громадный нос, густые нависшие на глаза брови, глаза, мечущие молнии, толстые губы и бакенбарды, вьющиеся по ветру. Так писал о Бакланове атаман Краснов. А чтобы это впечатление усилить, хитрый казак мог встретить чеченских старейшин в вывороченном тулупе и с перемазанным сажей лицом, или, в чем мать родила, с шашкой в руках броситься в атаку на растерявшихся горцев. ПЕСНЯ В 1845 году Бакланов, командуя Донским казачьим полком, разгромил чеченские батареи и укрепленные завалы, за что получил орден Святой Анны второй степени. В 1846 году за отличие, храбрость и мужество, оказанные в бою с отрядами Шамиля при обороне крепости внезапной, казак был пожалован императорской короной к ордену Святой Анны второй степени, а в 1849 году награжден золотой саблей с надписью «За храбрость», за отличие, оказанное в делах против мятежных горцев, и удостоился высочайшего благоволения. За отличие, в боях против неприятеля в 1850 году Яков Бакланов был произведен в полковнике и назначен командиром 17-го Донского казачьего полка. Личным знаменем Бакланова, наводившим на горцев ужас, стало черное шелковое полотнище, на котором были изображены голова Адама, перекрещенные кости и круговая надпись из символа веры «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века! Аминь!» Казакам знамя напоминало о вечной жизни, а на чеченцев наводило панический страх. «Да если бы вы боялись Аллаха так же, как Бакланова, давно были бы святыми!» – попрекал горцев Шамиль. «На горе стоял Шамиль, он Богу молился, за свободу за народ низко поклонился!» Новые подвиги казачьего командира принесли ему новые награды – ордена Святого Владимира Третьей степени и Святого Георгия Четвертой степени. А в скором времени Бакланова ждали звание генерал-майора и орден Святого Станислава Первой степени. Отличился Бакланов и на Кавказском театре Крымской войны, приняв участие во взятии турецкой крепости Карс, за что был пожалован орденом Святой Анны Первой степени. Окончание военных действий Бакланов встретил в звании генерал-лейтенанта и походного атамана донских казачьих полков, находящихся на Кавказе. Последний раз послужить Отечеству на поле брани легендарному казаку довелось в дни польского восстания 1863 года. В 1867 году Яков Петрович Бакланов вышел в отставку и поселился в Санкт-Петербурге. Всю свою генеральскую пенсию он раздавал увечным воинам и нищим. После тяжелой и продолжительной болезни герой умер 18 октября 1873 года и был похоронен на кладбище Воскресенского девичьего монастыря. Пять лет спустя его могилу украсил памятник, созданный на добровольные пожертвования, и изображавший скалу, на которой красовались бурка, папаха и легендарный баклановский значок. В 1911 году прах генерала вместе с памятником торжественно перенесли в столицу Донского казачества, в Новочеркасск. До Октябрьской революции имя Бакланова носил 17-й Донской казачий полк, которому высочайшим приказом было велено иметь полковой значок по образцу того, который всюду сопровождал Бакланова. Ныне памятники герою украшают Волгодонск и Новочеркасск. Водоле поляний Кавказа Волгодонск и Новочеркасск. Боргодонск и Новочеркасск. Благодаря Joвановск